Это одно из самых громких уголовных дел последних лет. Бизнесвумен Марину Шуляк обвиняют в хищении акций. Однако защита намерена доказать, что подсудимую оклеветали. И одна из причин предполагать, что это именно так, поведение потерпевшего. Игорь Богданов несколько раз игнорировал приглашение в суд, а когда все-таки появился, заявил, что не хочет, чтобы его показания стали достоянием общественности. Это, в общем-то, способ ограничить право людей на получение информации. Богданов у нас малолетним не является, он не является потерпевшим по законовым преступлением. Несмотря на возражения со стороны защиты, судья запретил снимать допрос потерпевшего. Показания дались Игорю Богданову явно нелегко, а самыми часто употребляемыми словами стали «не помню и не знаю». Собственно, ничего другого мы как бы и не ожидали. Однозначно. То есть здесь очень много, на самом деле, я бы их не назвала чудес. В общем-то, если чудес, то весьма предсказуем. А с процессуальной точки зрения, грубейших нарушений, грубейших ляпов, а в совокупности доказательства отсутствия и состава преступления у Шуляк, и события преступления. Напомню, что Марину Шуляк обвиняют в хищении у Игоря Богданова акции и причинении ущерба на сумму более полутора миллионов рублей. Фактически это спор двух хозяйствующих субъектов и должен рассматриваться в арбитражном суде. Однако срок давности уже истек, поскольку эти события произошли практически 10 лет назад. Так что против Марины Шуляк было возбуждено уголовное дело. Ирина?